привет всем мои дорогие друзья сейчас мы настроимся наверно так все таки летел летел сильно опаздывал в общем давайте пообщаемся потому что я в таком гипер онлайн режиме но выйти как бы не мог поэтому выхожу в прямую трансляцию поскольку много было может быть так не знаю чтобы чтобы меньше темноты нет ну давайте вот так буду придерживать гипер онлайн режим у нас сегодня с вами напишите слышно видно добрый вечер добрый вечер что сегодня воскресенье но я бы наверное даже поговорил бы не о сегодняшнее иванское чтение а хотя и сегодня было очень хорошее иванское чтение ну наверно все таки а вчерашним бы о том как господь явился третий раз своим ученикам добрый вечер я думала что эфир не будет будет но я лечу знаете как пидстопик фух прилетел поменяли колеса и полетел сегодня весь день день в режиме пидстоп и однако так назвал ну давайте немножко добрый вечер а здесь конце как ваше здоровье здоровье уже хорошо немножко еще есть кашель но такое остаточное ну вообще в совокупе все хорошо кто-то вышел из наших дорогих батюшек наверно или отец антони или дмитрий напишите кто вышел вижу дима ну давайте поговорим все ближе к делу хочу я все таки наверно осветить иванское чей который вчера читалось это и она 66 сначала что происходит вот почему это иванское чтение так меня зацепило и понравилось хотя бы по той причине что господь после своего воскресения не оставляет учеников они сомневаются они в смятении в страхе может быть это в человеческом таком ну не отчаяния но таком пустоте что они и с ними на данный момент нет господа их учителя которые всему их учили постоянно был рядом господь является каким образом третий раз он является им когда они как и первый раз когда господь их призывает они рыбачили он является но они его не узнают не признают он им говорит дети мои интересный момент да дети мои много ли рыбы вы поймали он говорит всю ночь не ловили вернее всю ночь ловили ничего не поймали ну киньте одеснули то есть правой стороны и они проявляют очень важный момент что зачастую нам за редко за редким исключением свойственно а когда дети наши этого не делают мы возмущаемся хотя себя и о себе редко задумываемся послушание они проявляют послушание они бросают этим реже то есть сети и ловят столько рыбы сколько не могут даже толком в лодку затащить сто пятьдесят три один как мы читаем из учеников вижу его же любляши то есть предположить ильян богослов говорит это господь это христос и от радости и неожиданности пётр будучи нак ну то есть не совсем обнаженный но как бы в одном в рабочем можно сказать одежде он импедитон то есть такой перепоясывается особенно как бы совсем там может быть пол голым или разная одежда была в то время скажем так и он припоясывается прыгает в воду чтобы быстрее приплыть к господу хотя расстояние небольшое как мы читаем по моему 200 локтей если не ошибаюсь приплывает и что он видит он видит господь сидит уже развел костер горит давайте рыбы и вот сейчас приготовим будем кушать то есть господь вот смотрите что очень важно ведь главный акцент духовной жизни это молитвенный духовный труд духовный рост но господь здесь второй раз является третий в третий раз является по своему воскресенье и говорит своим ученикам он и в их социальном в бытовой жизни поддерживает то есть чем они занимались добычей рыбы для чего для жизни для питания для существования мало кто знает даже будучи уже святителями допустим иоанн златоуз да тоже занимался рукодели помимо просветительского поприще и многие многие считают что есть он там святитель был в первые века то он только пропагали его содержали нет такого не было и нужно было знаете как вот как примерно как за границей как в америке многие батюшки помимо служат даже они в первую очередь работают а потом служат потому что от их чаще всего служение копейки у них практически никакой нету для существования они дальнобойщики они менеджеры там в какой-то офисной работе так и здесь нужно было существовать и господь показывает что я с вами и ваших бытовых проблемах и я вас поддерживаю дети мои то есть и ключи исключительный момент откройте это ивановское чтение увидите дети мои почему потому что она как от поотечески к ним заботой с трепетом подходит на берегу их ждет накормить их рыбы дав и печена и хлеба и все понимают что это господь но боятся сказать ему спросить вернее ты ли это господи но это господь и мы читаем в конце этого вас кочей и третий раз господь явился своим учеником еще неоднократно он явится своим учеником для чего почему он многократно являлся своим учеником самый главный ключевый момент чтобы утвердить в них веру потому что если они утверд не о всех прошу но а тех кого ты медал то есть первично те которые являются утверди их и прославь сына твоего как я прославлял тебя и потом уже а тех как о ком господь просит учениках своих они пойдут прославлять господа в еванске и благовествование вот как интересно соединяются два вельска чтения вчерашние сегодняшние можно много конечно добавить и вспомнить о событиях трагически которые произошли в как и всем уже известно этот мальчик был из семи свидетелей гоф что произошло в его душе постоянные рамки постоянное что-то нельзя какой-то быть если взять литературу большей степени свидетелей гоф это постоянно скоро армагеддон скоро придет но спасутся только сто сорок четыре тысячи 140 уже осталось там там пять тысяч максимум и не факт что мы попадаем в это число то есть где надежда ведь о в это в этом иноверии есть человек умирает он полностью растворяется потому что по их на учению душа находится в крови человек умер кровь застыла все ты самоликвидировался чему учить православие душа вечно ну но нет наверное не вечно а бессмертно и она идет богу у нее дальнейшая жизнь наша земная жизнь созидатель для того чтобы жить вечно не мучиться бит здесь у мальчишки какой момент многие от него отвернулись потому что сами его однокурсники говорят что он замкнутый был чё с ним общаться то есть все какие-то перегибы я даже предполагаю были потому что он не находил какой-то отдачи он стал себе реализовывать в каком-то там стрелялках и тому подобное и происходит трагедия вспомните что было написано у него на груди ненависть ненависть кому возникает вопрос почему это произошло если он услышал где-то от бога о боге от своей матери к примеру да он не принял господа или утратил его в себе могут ли спастись и на славные на верцы но наверное за господа решить нельзя может быть и могут ну православного человека гораздо больше возможностей сотню раз они не признают вот сегодня мы вспоминаем седьмой вселенский собор ересь икона почитания да вот которая была упразднена и было постановлено икона поклоняться но обращать свой разум душу к тому первообразу который изображен на иконе есть одна иконе как на образе да икона с образ да переводится изображен христос то вы понимаете что не икона бог от бог вне этой иконы но этот образ напоминаем а нам о господи ведь у иноверзу нет святых все что связано жизнью много вековой с церковью ведь они вышли из католика с протестантства и они этого не признают но насколько богата наша православная культура вера сколько живого опыта и святых отцов вы только вдумайтесь насколько мы богаты и насколько мы счастливы и православие это каждодневный праздник это чтение священного писания это чтение святоотеческой литературы это живой опыт живый опыт пережитый хотя бы возьмите вот бестселлер да среди православной литературы это не святые святые ведь она продалась миллионными тиражами почему потому что в этой книге описывались те люди обычные люди такие же как с вами но они немножко больше пожелали приблиться к богу более жить духовной великой жизнью потому что бог дал тебе больше чем ты того сам заслуживаешь я все-таки думаю что тут совокуп всего вот сети трагедии это совокуп всего и равнодушие безразличие нашего общества в совокупе потому что я вот ставил определенный эксперимент даже там детском доме знаете я кормляю с молодежью общался разный модели рождение ситуации да в этом мы поможем в этом не поможем почему не поможем потому что мы их не знаем потому что аниму а господь говорит что только что вы любите любящих вас вы возлюбите ненавидящих вас это тяжело это почти невероятно но если господь смог и нас это мучает значит это возможно значит это реально господь вочеловечился стал реальностью для нас и вера наша стала реальной и господь придет во втором пришествии реально и мир вечный и и мир божественный он реален хотим этого признавать нет подобие младенцу вокруг мамы и мама есть но ты ее не знаешь но ты ее можешь почувствовать если сам хотя бы чуть-чуть прислушайся к ее голосу прислушайся к ее поглаживание живота прислушайся к ее сердцебиению так и мы как дети в утробе господней а господь наверное в лице апостолов и нам говорит дети ведь рабство раб божий то служитель но когда мы достойно служим мы в большую любовь приходим и мы становимся ближе давайте я наверно в тему не в тему расскажу одну причем я очень ее люблю и довольно часто рассказываю если вы не против я расскажу если не против нажмите пальчик и для того чтобы эту трансляцию видела больше людей и для того чтобы видеть что вы хотите вижу благодарю вот наша жизнь ведь мы не можем требовать другого человека если сами тому не соответствуем не можем осудить человека можем но не имеем права потому что мы и осуждаем грех осуждая этого мальчика который убил да он сделал страшно он сотворил беду и он беду и для себя сделал не говоря тех кто сейчас плачет от потери своих детей безусловно это грех не оправдая не оправдая ничем нельзя оправдать но в том числе он внутри замкнулся это ненависть и к себе и ко всем это крик запомните меня хотя бы таким я себя считаю я вот для себя считаю так и теперь причем человек всю жизнь мечтал всю жизнь копил купить дом он накопил купил это дом дом красивый большой сад яблони у него появился сосед 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 завистливый злой даже можно сказать где-то неадекватный вы сейчас поймете в чем вместо того чтобы познакомиться со своим новым соседом вот это именно ввиду злой он начинает он начинает я всю жизнь в лачуге это живу ничего у меня не получается а вот он приехал тот купил этот дом я ему чего-нибудь здесь что бы ему сделать такого я ему буду под окна помои ставить ведро с помоями и вот утром просыпается этот человек добродушный от запаха зловония он выходит и смотрит ведро с помоями стоит не понял он вылил это ведро и выставил за забор на следующий день он просыпается от этого же что за зловоние он понимает откуда ноги растут потому что увидел такой хитрый завистливый взгляд своего соседа Людмила вы правы он помыл это ведро он набрал яблок в своем саду постучался в дверь своему соседу тот открывает с мыслью я его достал я сейчас мы сейчас подеремся ему морду на тут шок его сосед стоит с ведром яблок и угощает его пожалуйста возьми яблоки он говорит как же так я тебе помои под окно ставил я думал ты на меня разозлил что мудро сказал этот новый сосед каждый делится тем что у него есть замечательная притча если мы будем делиться яблоками а что такое яблоки это наше добродушие это наше небезразличие потому что все в нашей жизни происходит из-за безразличия вот смотрите можно любую ситуацию взять вот недавно когда я пришел ну это в инстаграме выставлял вот смотрите пришел я в банк платить квитанции коммунальные по храму я стою стою в очереди и заходим и очередь достаточно большая передо мной наверно еще пару человек было а за мной наверно так ну человек пять еще стояло наверно и таких очередей три заходит бабушка пожилая седая и говорит люди добрые люди добрые она призывает к совести к доброте я опаздываю на автобус я живу на периферии пропустите меня пожалуйста вперед что происходит одна девушка которая за мной стоит но не прям за мной там через несколько человек бабушка мы и так стоим вон я лучше бы девочку с ребенком пропустила девочка замечательно спокойно стоит в очереди ребенка не на руках держит ребенок в колясочке не капризничает то есть нету ведь девочка тоже могла бы слушайте люди вот я с ребеночком пропустите ведь у нас язык есть а тут бабушка просит я смотрю на это у меня шок люди люди вы вспомните о чем вспомните мы в 9 мая только любим наших стариков мы их любим только в день пожилого человека а в остальные дни что это отбросы переработок своего времени я не хвалюсь но я сказал матушка я уважаю ваши седины я вас пропустил я думаю никто не посмеет этому воспротивиться я ее пропустил никто слова не сказал но почему все так отреагировали безразличие от безразличия в этом мире происходят войны убийства жестокость а безразличие это когда у тебя в душе нет хоть маломальской любви в Боге к Богу давайте все таки пообщаемся я наверное сегодня чрезмерно активно себя чувствую весь день такой скоротичный и такой же эфир получается сейчас я промотаю ваши вопросы которые вы писали так добрый вечер ничего себе я первый раз от вас слышу батюшка мальчик был свидетелей Гова это по новостям говорили это не моя личная информация ведь они не ходят на праздник не ходят на праздник да и ничего нельзя но там очень много всего каких есть моментов я наверное скоро с одним батюшком очень грамотом в плане сектоведения мы с ним сядем и сделаем совместный эфир так вы правы батюшка взрослые то не каждый вытерпит может быть так я предполагаю что он вот в итоге как бы определенным изгоем стал я предполагаю это мое такое ощущение я его не оправдываю вы поймите меня правильно этот поступок но я говорю о состоянии предположительно этого юноши потому что человек хотя бы с частичкой малой бога в душе он не допустит даже мысль кого-то убить так это я думаю пальчики вы поставили чтобы я притчу рассказал мне жалко этого мальчика только согласен Танечка пусть он любит кто любит яблоки вы батюшка батюшка Рина да батюшка что это такое вообще круто надо мной сейчас секунду сейчас сейчас секунду мораль хорошая куда парень попадет ну опять-таки я за господа решать не могу но я предполагаю что в ад объясню почему во-первых самоубийство этот мальчик получил разрешение на огнестрельное оружие его можно получить ну опять-таки если это нормально только со справкой психиатра значит этот мальчик человек не был психически больной Душевно больной может быть он был но не психический а если он что он делал аон понимал что он делал он готовился он закупал он бомбу сделал значит он не был психически больной он благоразумно себяzeкое себя убил значит этот суицид не на фоне психического заболевания мы можем только лишь отпевать и молиться если этот человек крещённый и психически бы больной что констатирует врач который он наблюдал и подтверждает что он принимал до психотропные вещества и по благословище архиерея родственники могут обратиться и владыка может даже благословить отпеть такого человека это исключительный момент в его случае этих послабляющих моментов нету значит скорее всего от нас 99 и 9 что он однозначно попадет в ад это его был выбор его господь насильно этого не заставлял делать так же как иуду он мог покаяться но он повесился так благо надо желать кто находится вокруг нас эти случаи каждый раз вижу люди туда без души так бачка здравствуйте вы рассказываете о трех стаканов 1 в одном святая вода я сделала и сын правильно сказал на святую воду он инвалид по психически заболен говорят что почувствовал святую воду тоже не да не так давно об этом эксперименте услышал но капи почему эксперимент вообще-то не анкрестьянки как бы говорил об этом я вообще читал об этих вещах поэтому как бы это уже я передал опыт скажем так сейчас каждый думает только себе добрый вечер добрый вечер бачка скажите пожалуйста свечница в нашей церкви не разрешает подавать записку на проскомедию если человек не ходит церковь и не молится мои родственники не ходят церковь но я хожу если ваши родственники православные крещеные подавать о них записку можно и нужно если мы человеку не помогаем ну допустим я врач и я отказываю в лечении больному то есть он уже сам себе помочь не может а я могу ему помочь как он вылечится без моей помощи как они приблизиться к богу если мы не будем прилагать усилия о своих сродниках я думаю вашей ситуации нужно под эти бачки если бачка ну давайте критически скажем бывает человеческий фактор если бачка может какие-то крайности впадает ну значит подайте в другой храм записочку сейчас у нас очень распространение получает об записочки через интернет да там бачки в личном сообщении пишут бачка помолитесь пожалуйста вот это аздрай вот это упокоение и допустим или на телефон или бачка там карточку выставляет свою банковскую и вы ему там делайте пожертвования не вопрос через сайт можно какой-то монастырь записку подать не вопрос то есть это треба это не таинство которое обязательно надо там в храме совершать там есть бачки которые и дома часто молятся не обязательно во время литургии пожалуйста молитесь и не сомневайтесь главное чтобы кардинальный момент мы не были крещены потому что мы молимся в первую очередь о крещенных людях о их святых именах скажем так которые они носят бачка чувствую в голове ваша боль как вы наверное нас доносишь и мы стали добр очки что ли одеть меня опять расплывается стараюсь добрый вечером это дима приветствую дмитрий хотелось бы спросить как вы думаете почему люди стали такими единоличными совокуп всего вот этот период исторически когда уничтожали веру и и внешне и внутренне в людях момент времени выживания когда сейчас каждый должен как-то жить чтобы не загнуться идеология скажем так внешне в советское время развивали всестороннюю развитие личность которая должна должна быть полезна обществу сегодня лидеров мы выращиваем как конкурентоспособными то есть я думаю совокуп всего и плюс того что сегодня храмы открыты а к богу так идти и не хотят а есть и зачастую а зачастую если пришли к богу то нужно потрудиться она потрудиться не хочется хочется все на блюдечке вы мне дайте рожуть и положить и ну а я если захочу я проглочу вот поэтому у нас вот такое и наши дети становятся такими же видя наше не молитвенное состояние я не говорю фанатизм я грунт анну когда утром стали благодарите господи что я жив-здоров утреннее правило почитали десять минут что такое 10 15 минут для господа с утра день прошел весь день тебе господь дал прожить на сон грядущий почитай молитвы много ли православных крещеных людей их читает много ли соблюдает то что положено каждому человеку мало единицы если мы себя на не начинаем что мы от общества хотим надеюсь ответил справку может купить сейчас но может быть прости господи и такие негодяя есть которые продают можно батюшка обмануть но бога не обманешь согласен вера да причем тут батюшка да притом его притом потому что есть не нету веры в человеке то все остальное для него это фикция есть у него нету желания жить по западе божью все остальное бессмысленно и даже если он миллиарды будет иметь он рано или поздно захочет чем-то заполнить эту пустоту и не факт что он запомнить ее добром он захочет запомнить ее властью он захочет ее кокаином заполнить он захочет всякими блудными делами заполнить он будет ее заполнять всем но в последнюю очередь своей веру бога и наполнением ее мальчик не ксиво просто он оступился и причем серьезно его никто не смог поймать поддержать хоть бы один человек сказал ну видите мы это скажем так рассуждаем но в итоге как бы уже все таки я и сам жду окончательного скажем так и заключения да и взять хотя бы опять и вот отца вы видели его отца интервью что он мог дать человек выпивающий постоянно в ком ему видит авторитет я узнала что знак ок на палец означает на самом деле три шестерки я еще такого не слышал да вы знаете если вот так помудровать в паспорте три шестерки то ну давайте уйдем в лес и все но вы ну поймите одну важную вещь лукавый делает все чтобы вы не думали о спасении своей душе а думали а только что все вокруг враги и все против вас ну возьмем там глобальный мировой правительство да мы даже не песчинки для них от нас ничего не зависит в глобальном бой ну двойную хотят за какую-то сделать они и сделают и от нас ничего не зависит одна зависит наша личная жизнь одна зависит наших близких рядом и в первую очередь от нас лично зависит наше общение с богом а высасывайте вы из пальца там быть там шестерки не шестерки ну что вот мы придет нам пример да пятьсот пятьдесят пять пятьдесят пять плюс сто одиннадцать ну что вы ответ не напишите ну это цифра всего лишь то что вы ее напишите вы не отрекаетесь от бога вы отрекаетесь и я в том числе в первую очередь от бога когда я грешу а не когда я эти три шестерки написал это математика ну что их вычеркнуть теперь вообще что ли эти три шестерки другое дело почему мы к этому так относимся под какую гида и откуда это вообще приходит вот о чем речь как мы к этому отреагируем разве в словах нету священописания чего он мы боимся когда бог с нами чего мы боимся бог со мной я с богом ради бога так и венец мученический приобрету не все ради бога чего мы боимся жизнь не вечно но как мы предстанем при богом это другой момент так я не хочу чтобы я не хочу быть рабой господа я хочу быть чемпионка господа рабство это не пресмыкание это ему на сегодня деградировали это слово рабство если переводить с церковным славянского языка это служение вот если в церковном славянском понимании ваш ребенок это ваш раб то есть он вам служит послушанием любовью а нас наоборот почему так спасибо за это попадают в рай можно минимум что убила их муж но вот кого убили может быть конечно многие как мученикам им простятся грехи но другое дело все равно будет вся жизнь учитываться безусловно кались они не каялись просили проще не просили делали добродетели не делали поэтому все будет учитываться в том числе и как они почилим так я тому что сказать о себе я раба боже надо прийти к смирению да а когда я смиряюсь всегда чувствую прямо благодать надо просто пробовать причем получается что я смиряюсь еще и выигрываю до смирением мы только можно поверить господа бачка три аборта исповеду я знаю что смертный грех значит я попаду в ад если всю жизнь будете в этом каяться если будете относительно деточек делать добродетели господу возможно все если искренне будете каяться а тогда это видео посмотрела и сказали про три шестерки с меньше смотрите вот этих идиотских фильмов смотрите созидательные фильмы притчи остров за имя мое да много фильмов замечательных я очень часто нам сюда в проект бачка ла бачка любовь выставляю какие-то хорошие материалы смотрите не ленитесь мы же для вас стараемся мы же стараясь для вас мы хотим тоже господу угодить монах и бес да согласен хорошие фильмы есть посмотрите кто не смотрел жизнь на земная жизнь христа земная жизнь богородицы афон до массу каких замечательных фильмов и документальных и художественных так а люди ветхого завета все в аду было лона в раму который скал когда господь в третий день сошел вата у многих с этого лона в раму где люди не страдали ждали пришествия христа он и взял в рай бачка почему не ответильным вопрос я дублируйте может быть я пролистал бачка спасибо за ответ сейчас его я пролистаю наверх поищу у вас вопрос его 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 вера да причем тут вера бачка ну-то отвечал я на это справку можно купить сейчас ваши вы высказы все больше причем здесь вера не знаю к чему этот бы вопрос может перефразируйте я отвечу вот жарковато я в машине немножко жарковато ну давайте я еще один два вопроса отвечу и слава богу за все я не успевал просто я в дороге и более-менее хороший интернет появился я вышел в трансляцию пообщаться вместе с вами простите что я задержался но просто выйти и постоянно сильно прерываться я не мог поэтому я уже немножко превышал скорость чтобы выйти в контакт с вами почему вас нельзя почему вам нельзя стричься вообще ветхом завете несколько моментов ветхом завете были такие так называемые судьи которым по священному писанию запрещалось употреблять скажем так алга что одно если переборщить в как господь в вине есть блуд то ты можешь как бы свою душу повредить дайте им а второй момент из-за того что считалось как соломон вспомните да соломону отстригла волосы и он ослаб то есть есть и ветхий завет и новый завет служение священник прообразует христа а христос не был короткой стрижи христос не был безбородый то есть ты про образуешь господа я не осуждаю тех батюшек которые там бреются стригутся это на их совести это пусть они сами отвечают при господом у некоторых просто не растет я вот смотрите у меня здесь кусок есть тут но не растет я его подбреваю подбреваю там но все равно не растет ну что делать теперь я что перестану из-за этого быть священником нет поэтому вот одно из главных оснований что ты про образуешь христа так вчера в инстаграме ваш эфир с батюшкой надеюсь по моему понравилось так поливает с креста что поливает с креста его ну напишите вы нормально расширена ну что значит поливать с креста о чем вы говорите что значит поливать с креста есть его молебни вода святым и батюшка бывает там с креста кропит но есть такая традиция но о чем речь ведете вы ну как хотел сказать я же не святой ну да я же не святой я уже честно говоря перегрелся так пишу все жду батюшка почему говорят что православный дливости имеется ввиду не юридической справедливости а человеческой потому что они ищут в первую очередь возможности покаяться и самим спастись но нельзя искать постоянно в чужом глазу бревно чепку но у нас такие стволы в глазах что просто можно зацепить кого-нибудь поэтому православным человек должен в первую очередь смотреть на себя себя начать и тогда уже есть знаете как полный стакан туда что-нибудь еще окунешь там там камушек бросить он начинает переливаться через края вот так вот доброту и любовь и мы должны переливаться мы наполнили хотим поделиться для чего и господь сотворил человека он был нас у человека продолжить свою любовь чтобы он дальше этой любовью делился ну как один из вариантов да почему-то не нет вопрос и он узнать нет на ту волю божию ладно мои дорогие я вас обнимаю целоваю бог помощь вам на предстоящую седьмицу рад был вы у меня самые лучшие смотрите наших батюшек не всегда у всех получается уж простите видите даже у меня сегодня не сразу эфир нужно понимать что мы тоже люди есть какие-то у нас тоже бывают и проблемы то наше расписание она в первую очередь ну скажем так рекомендательно если у вас получилось в это время зайти и бачки тоже получилось значит замечательно вы обоюдно получаете духовную пользу он от того что просвещает вы потому что получаете добрую пищу для своей души поэтому не серчать если у кого-то из нас порой не получается выйти в эфир димитрий на дума муж бачка димитрий бачка есть хотите пишите мне вот тоже будете выходить в инстра в трансляции мы с вами познакомимся пообщаемся все мои дорогие храни вас господь божью помощь на предстоящую седьмицу с вами был священник константин мальцев проект бачка люб бачка love бачку любовь храни мы родные обнимаю вас